Музыка По поводу оккупации. Произошло, честно сказать, уже ожидаемо. 24-го числа с утра отменили приезд нашей смены, потому что наша электричка идет транзитом через Республику Беларусь, но так как уже велись боевые действия, с ее стороны вводились войска, поэтому все было ожидаемо. Чтобы минимизировать вероятность при захвате большего количества заложников, вероятность такая была, начальник смены станции отменил электричку для того, чтобы к нам ехала смена, нас менять. Это был риск и для них, и в то же время для нас. Это были специально подготовленные люди. Как потом выяснилось, что они ездили по российским атомным станциям. Ну, я не скажу братьям-близнецам, но такого же типа изучали физическую защиту. Как легче проникнуть, с какой стороны и что. По поводу их качества. Это были спецподразделения ОМОН. Вторая сила была, и это регулярная армия. Они были усилены, это танком и двумя БМП. Также были войска радиационно-химической защиты. Это вторая сила. Ну, и на пятый день приехали войска российской гвардии, которые в дальнейшем обеспечивали контроль над объектом. При входе на станцию я получил команду от начальника смены станции Гейко-Валентина. Мягко назовем так, пригласить их на переговоры о дальнейшем существовании. Мы прекрасно понимали, что в данный момент они уже на объекте. И переговоры эти длились, 6 человек участвовало в переговорах, 2 представителя Носгвардии, руководство, начальник смены станции, я. И с российской стороны в черном, это представился генералом, второй представился подполковником. Но на пятый день, конечно, в ультимативной форме заявили, что или наша станция подключается к потреблению белорусской электроэнергии, у нас есть прямая ветка, или мы прекращаем поставку топлива. С нашей стороны мы выдвинули встречный ультиматум. Мы, если и согласимся, то по вынужденным обстоятельствам, то что мы не можем такие важные объекты оставить без электроэнергии. Но при одном условии, что электроэнергии подастся в наш город спутник, Славутич. Всегда искали компромиссы методом уговоров, методом какого-то шантажа с нашей стороны, даже манипуляций. Ну, например, повышенным радиационным состоянием, что если не будет электроэнергии, такие-то объекты выйдут из строя, не будет ни вентиляции, ничего, что грозит радиационной аварией. И всем. То есть и доводами, и техническими, технического характера, и чуть-чуть, конечно, страшилками. По поводу питания обстояло следующее. Было начало года, и наша столовая была, скажем так, поставлены продукты питания в нее. То есть в питании мы не нуждались. Да, у нас был дефицит рабочих рук на кухне. Было три девочки, они просто должны были обеспечить 120 человек выдачу питания. Но никак не готовку на 300 человек, включая наших нацгвардейцев еще 177 человек. Поэтому организовали то, что наши военные по очереди помогали на кухне. То есть с питанием, в принципе, у нас проблем не было. Два раза в сутки мы питались. Да, конечно, это чуть тяжеловато, может, для организма все. Но ущерба для здоровья никакого не было. Я по себе могу сказать. При тех же переговорах было достигнуто не только перемещение, а беспрепятственное персонало. Мы еще добились того, что в объеме административно-бытового комплекса, АБК-1, наши военные могли перемещаться. Перемещаться тоже. Это где-то с 6-7 утра практически до 24 ночи, потому что у нас был поздний ужин. Сдвинулись столы, сделали одно рабочее место. Добились мы того от них, что транспортом из одного здания перевезут раскладушки алюминиевые военных на АБК, где они будут располагаться. Военные нам дали одну раскладушку, один спальный мешок. Вот так два спальных места мы организовали для того, чтобы один, тот, кто заступает на ночь, работать, второй у него на подстраховке. Мы относились совершенно по-разному. Некоторые пытались пропагандировать при вопросе, зачем вы сюда пришли. Они с чистым сердцем отвечали, что мы пришли вас освободить. От кого? От радикалов. Вот так. Именно от радикалов. Некоторые пришли нас освобождать от притеснения славянской веры во всем мире. Эта пропаганда так действует на них, и вот они слово в слово это повторяли. Причем можно было из 10 человек, трое это было 100%, я их называю упоротыми. Им ничего не докажешь, и с ними невозможно даже разговаривать, они только о своем. Они просто вскрывали эти здания, и я вот это только уже в течение дня фиксировал, что они взломали, где они были, и что оттуда, возможно, изъято. Больше всего меня волновало это помещение ремонтно-механического цеха. Это что все административные помещения были вскрыты, у них там было типа общежития, где они ночевали, ели, пили. И также впоследствии просто выбитием стекла, где-то два на два, они забрались именно в сам механический цех, где находились станки, оборудование для осуществления ремонта узлов и определенных видов работ на станции. Что там пропало или нет, я просто видел, что первый день они вроде как провели осмотр, ну, через это окно выставленное. Второй день, смотрю, что вскрыты сейфы. Началось это где-то после 22-23 часов 30-го числа. 31-го вывозили. Видно, они уже узнали, получили команду, что они будут покидать объект. И поэтому начался вынос коробок в ихний транспорт вот после 22-00. Порядка 3-4 часов они носили. Мы же не могли обеспечить досмотр этих коробок. Сами понимаете, когда человек с оружием несет, что он несет. Самое главное было для меня, наоборот, чтобы они не заносили никуда. в особо важные места что-то, что я не могу проконтролировать. Если новую резину с БТРов они поскидывали и загрузили вещами и коробками того, что они взяли на станции, то, что выгрузили лавочки с машины, оставили, то, что в БТРы запихивали ногами все награбленное, вплоть до промышленных обогревателей. Это, конечно, было страшно наблюдать. Высшие офицеры пытались извиниться, что это просто последствия войны. Целый Урал, крытый тентом, был загружен щитами. Пластиковыми, как у ОМОНа, как у Беркута были. Я говорю, зачем? Вроде же полные боевые действия ведут. Валерий, мы ехали на три дня. На третий день мы должны были ехать в Киев со станции, в правительственном квартале, развести ваш народ, чтобы дать дорогу вашему президенту, чтобы тот вышел, подписал, что нам нужно. Мы бы собрались и уехали. И я могу подтвердить эти слова еще тем, что они приехали без сигарет, с сухпайками на три дня. И все. Их кормить только кухня у них подтянулась. Все это четвертый, пятый день. Та часть адекватных, которые были среди них, каждый день. Валерий, что на переговорах? Когда мы домой? Что мы тут делаем? У них был постоянный вакуум информации. Они просили подключить им телевизор, чтобы хоть какая-то информация доходила до них. И они с утра и вечером смотрели наши новости. Не знаю, насколько они понимали, все было, как в советские времена. Боевой листок каждый день обновлялся. Вот последний боевой листок, я помню, ихний, от 25 марта. Там они подбили, ой, уничтожили наших 1916 танков. Вы можете это представить? Если нужно что-то выкопать, здесь должен пройти, померить дозиметрист. При копке, при определенном уровне, он еще несколько раз производит замеры. У них были дозиметристы. У них, то есть, часть регулярной армии были из войск РХБЗ, которые должны были обеспечивать это. И они вроде как обеспечивали. Но мы уровень видим, то, к чему это привело. Даже пригнав ту технику, которую они взяли в Чернобыле, которая стояла ну как бы в стороне, изолированная на выставке, на которой осуществлялась ликвидация аварии, они даже ее умудрились притянуть к Чернобыльской АЭС, чтобы закрыть ворота определенные и для обороны. Ну, кто-то ж ехал за рулем, ее хоть и тянули, кто-то ж за рулем ехал. По определенным обстоятельствам, те, кто вот копали с внешней стороны, ну, это была Росгвардия, по определенным обстоятельствам, они две недели были без света и без воды. Вот так. То есть, в чем они копали, они в том спали, ели, и поэтому ничего удивительного. И они реально получили дозу? Я думаю, что да. А последствия могут быть разные, все зависит от организма. Было загрязнение во время аварии, первозданное, так, и сохранилось, только укрылось слоем, ну, вот, перегнившие листвы и всего. Я же самое примитивное для себя набираю в гугле карта ЧАЭС. Третий, четвертый, пятый снимок сразу выстреливают карты загрязнения вокруг ЧАЭС. Это дело, занимались этим институты специализированные, еще Советского Союза. Если бы они не верили украинскому карте загрязнения, которую можно онлайн сейчас посмотреть, да, в ДАЗ, то, извините меня, советским измерениям можно было верить и это видеть. А получается, заставили своих же подчиненных копать. То есть, это ихняя вина, полностью. Если мы им говорили, ходить только по дорожкам, на траву, на газоны нельзя, потому что там может быть послеаварийное загрязнение, все, потому что замеры производятся только на дороге и минимум вот эта песочная настилка после посыпания зимой. Нет, они же такое ощущение, что специальной техникой и танками ездили по обочинам, поднимали эти все слои и разносили где угодно. Обыкновенное, скажем так, утро, да, мы пьем кофе, с коллегами ведем беседу, осуществляем свою деятельность согласно должностных обязанностей. И тут с дальнего объекта по громкоговорящей связи доброго ранку, сбройные силы Украины, запустите нас, пожалуйста. Мы просто потеряли дар речи. Я не знаю, сколько это длилось, 10 секунд, переглядываемся, откуда, что, в камеры мы не видим этого, получается, если российские военные, вот эта советская карта где-то 2 на полтора, наверное, да, с зоной отчуждения, со всеми дорожками, совсем не знаю, какого года, объектов новой инфраструктуры за последние лет 25, там нету на этой карте, и вот они по ней там дороги рисуют, маршруты, где они ездили, что там, может, разведку осуществляли или что, пользовались этими картами, но когда приехали наши, все, это был Казак, 2 КамАЗа, и мы, я представился старший, старший мне, рады вас видеть, все, и он подчиненном говорит, будь ласка, принеси мой планшет, он приносит планшет, наш офицер раздвигает это все, показывает точку, мы сейчас тут находимся, я говорю, да, все, наша боевая задача выполнена, я просто к тому, что уровень, уровень, карты, без объектов, без всего, они как слепые котята тыкались, они искали те самые пресловутые американские лаборатории, серьезно, они искали биолаборатории? и скажу больше, что на некотором объекте захоронения, там получается большой курган, ну, курган определенной формы, у них были такие мысли, один курган вскрыть экскаватором, чтобы посмотреть, что там внутри, я им говорю, вы вообще в своем уме, технологии есть, так потом, я же увидел эту справочную литературу, что лежит возле коменданта объекта, так сказать, от них, возле его кровати, когда они ушли, я увидел это, все технологии захоронили, но они отказались от этой идеи, и это тоже хорошо.